Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, мы, жители Клинцовского муниципального образования Пугачевского района Саратовской области, просим вас помочь в сложившейся ситуации. Так как мы проживаем в засушенном районе Заволжья, имеются некоторые проблемы с водоснабжением сел нашего муниципального образования. Основным источником водоснабжения села является пруд Визовский Нижний, а пруд Визовский Верхний является резервным, и с него ежегодно сбрасывается вода в Нижний пруд для бесперебойного водоснабжения зимой. Эти пруды являются частью реки Визовка. В 2019 году нам стало известно, что у пугачевского предпринимателя Михаила Тихомирова, занимающегося разведением раков, есть интерес к нашим трудам, и он хочет их взять в аренду для разведения раков. Все жители села, узнав эту новость, были категорически против, о чем уведомили местную администрацию. Тогдашний глава Клинцовской администрации Дюкарев уведомил администрацию района о том, что возражает против выделения рыбоводных участков на прудах и передачи их в аренду. Дальше случилось невероятное. Администрация пугачевского района в лице замглавы направила в областное Министерство природных ресурсов и экологии письмо, в котором указало возражение на выделение рыбоводных участков. Но в Министерство пришло еще другое письмо из администрации пугачевского района. Во втором письме администрация пугачевского района по неизвестным причинам уже не возражала против выделения рыбоводных участков на водохранилище. На заседании комиссии в Министерстве почему-то приняли во внимание второе письмо, где администрация, вопреки мнению жителей и обстановке, не возражала против выделения границ рыбоводных участков на прудах. Но на основании этого второго, возможно, спорсифицированного письма были определены границы рыбоводных участков и пруды были отданы в аренду Тихомирову и его жене. Теперь жителям села затруднен доступ к прудам и берегу реки Визовка, так как там имеются постройки ИП Тихомирова, и его работники разными способами ограничивают возможность посещать данные места общего доступа. Так работники ИП Тихомирова устанавливают на полевых дорогах инженерные заграждения в виде устройства принудительной остановки транспорта, автомобильные заграждения шипы, перекапывают дороги, по надуманным поводам вызывают сотрудников полиции для задержания рыбаков и местных жителей. По данному поводу на протяжении нескольких лет неоднократно проводились сходы жителей, где мы единогласно высказывались против аренды прудов и ведения там какой-либо предпринимательской деятельности, писали жалобы в факуратуру, но мер никто не предпринимает. Для нормального обеспечения водой села в зимний период ежегодно должен производиться осенний сброс воды из верхнего пруда в нижний, что крайне невыгодно предпринимателю Тихомирову, так как это пагубно отражается на разводимой аквакультуре. После очередного схода граждан, прошедшего 7 ноября 2023 года, на котором присутствовал Тихомиров, неизвестное лицо забило посторонний предмет, предположительно пень, трубу, из-за чего стал невозможным слив воды из верхнего пруда в нижний. Это привело к нарушению водоснабжения, а также может привести к заболачиванию местной и загрязнению воды. Более того, существует угроза разрушения плотины, что может стать причиной экологической катастрофы. Эта проблема до сих пор не решена. На этом экспансия Тихомирова на реке Визовка не закончилась. Через доверенное лицо Антона Шабаду, бывшего сотрудника местного Роспотребнадзора, он заполучил собственность для своей коммерческой деятельности земельный участок с береговой полосой реки Визовка. Формально земельный участок числится на Шабаде, но фактически земельным участком на берегу реки владеет сам Тихомиров. Так как река Визовка и ее береговая полоса находятся в собственности Российской Федерации, передача данного земельного участка в частную собственность незаконна. По данному поводу жители села неоднократно писали коллективные жалобы к Пугачевску межрайонную прокуратуру и прокуратуру Саратовской области. Но мер никто не принял. Прокуратура отказывается в интересах неопределенного круга лиц и защиту Российской Федерации отдавать исковое заявление в суд о признании незаконным образования данного земельного участка и передачи его в частную собственность. В ходе общения с нами сотрудники местной прокуратуры встают на сторону Тихомирова, приводят разные неуместные доводы в его защиту и дают нам понять, что они не будут обращаться с иском в суд для отстаивания наших интересов и интересов государства. Возможно, это все происходит из-за того, что Михаил Тихомиров успешный и влиятельный предприниматель, бизнес которого строится на разведении и продаже раков, которые, как известно, присутствуют на столе большинства мероприятий чиновников, правоохранителей и других важных лиц района. Поэтому неудивительно, что у Тихомирова отличное отношение со всеми ними, включая сотрудников прокуратуры, и это позволяет ему решать многие вопросы. Поэтому просим помочь в решении сложившейся в нашем муниципальном образовании проблемы и восстановлении нарушенных прав. Мы верим, что справедливость и закон выше кумовства.